Ровно 10 лет назад прославленный спортсмен, четырехкратный чемпион мира по смешанным единоборствам Федор Емельяненко создал Союз ММА России. С этого момента принято брать отсчет существования в нашей стране смешанных единоборств как признанного официального вида спорта. В том же 2012 году в состав Союза влились региональные федерации, среди которых была и Федерация ММА Мордовии. Ее возглавил Сергей Суравенков, который еще за три года до этого собрал в одну организацию всех представителей смешанных единоборств республики. В 2009 году мы сделали федерацию боей без правил еще республики Мордовия. Тогда не было ни Союза ММА России, не было ни правил. Мы даже писали какие-то правила, набрали там 16 организаций, люди заинтересованные. Я был региональным представителем республики Мордовия. Юбилейной дате был посвящен открытый Кубок Мордовии по ММА, который собрал в Саранске более 100 бойцов смешанных единоборств. На ринг вышли представители 12 клубов из Саранска, Розаевки, Ичалок и поселка Комсомольский. Кроме того, на приглашение Мордовской федерации откликнулись соседи из Пензенской области и республики Чувашия. Две недели назад Сергей Владимирович к нам привозил своих ребят, у нас такие же были соревнования. Просто постоянный обмен опытом, ребят только от этого растут, смысл нам сидеть дома. Мы постоянно меняемся, они к нам, мы к вам. Соответственно, вот недавно Сергей Владимирович, мы возили ребят в Чебоксары на прошлой неделе, там участвовали. То есть, в принципе, наш округ один из самых дружных округов, перевозчик федеральный округ, и входит в тройку сильнейших округов России. Бойцы из Пензенской области – постоянные участники всех открытых турниров по смешанным единоборствам, проходящих в Мордовии. На этот раз наши соседи прислали сборную из 39 спортсменов клуба «Север», которые по сумме завоеванных наград в итоге стали победителями кубка в командном зачете. Кроме того, персональный приз как лучшему участнику среди взрослых получил Рафаэль Мартиросян, который закончил финальный поединок в своей категории эффектным нокаутом. За второе место в командном зачете основная борьба развернулась между Чувашским клубом «Территория» и «Саранским легионом-13», в составе которого вышли призеры первенства ПФО, а также победители недавнего открытого турнира в Чебоксарах – Даниил Катюков и Абаз Джон Маматов. Все четыре поединка с их участием закончились досрочно. Маматов в полуфинале взял верх техническим нокаутом, а в главной схватке успешно провел удушающий прием. Чаще всего досрочно забиваю, просто руками забиваю. Сейчас начал бороться, пробую, чтобы еще выше уровень набирать. Не только на руках, но и на борьбе. Конечно же, хочется выйти на профессиональный уровень, но на данный момент я мечу на КМС хотя бы. Одноклубник Маматова Даниил Катюков в своей весовой категории также выиграл заявным преимуществом. Секундант первого его соперника выбросил на ринг полотенце, а в финале Даниил победил техническим нокаутом и в итоге в возрастной группе до 17 лет был признан лучшим бойцом турнира. Катюков также мечтает о профессиональных боях, равняется на трехкратного чемпиона страны фархода Рахман Алиева и уже знает секрет успеха. Двоечка и сразу в голову с ноги, сразу вырубаю. Должен иметь торпеду под жопой, чтобы сразу вылететь и убить. Через три месяца у меня ПФО будет в Ульяновске. Я усердно готовлюсь, готов вырвать и метать. У нас есть два серебряные и бронзовые призеры и, соответственно, намеренно в дальнейшем свои показатели увеличить, потому что потенциал есть, ребята хорошие есть. Уже через месяц Маматов и Катюков выступят на первенстве Приволжского федерального округа в Ульяновске, где постараются вновь подняться на перестал почета. Дальнейший рост результатов мордовских бойцов во многом зависит от финансовой поддержки со стороны регионального спортивного руководства. В такой же ситуации находятся и наши пензенские соседи. Если бы было чуть больше финансирования, не за свой счет возили ребят обкатывать, а правительство больше внимания уделило, то бы у нас результат был больше. Хотя бы хотелось бы еще отметить, что единоборство – это оборонный щит страны. И вот судя даже по моему клубу там в городе, у нас в основном ребят принимают участие на СФО. Не футболисты, не хоккеисты. 15 человек вот из самого одного клуба только принимают. Уже тренеры раненых, то есть уже там награждены медалями за отвагу ребят. То есть там, как бы я считаю, что правительству, властям стоит обратить внимание на единоборство.